Ленточки, гвоздики, бойцы поисковых отрядов. В Краевом дворце молодежи открылись патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти». Последняя включает в себя много самых разных этапов. Акция очень многогранная. Помимо всего этого, акция подразумевает работу и в архивах, работу с экспонатами, которые привозят ребята. Это работа исследовательская. Вахта памяти – это, кроме прочего, круглогодичная работа поисковых отрядов. Предположительно, пока наш поисковый отряд будет располагаться на территории Ленинградской области Кировского района, там будет в августе этого года проходить международная военно-инстатистическая экспедиция «Волковский фронт». Артем ищет останки павших наравне с прочими отрядовцами. Сегодня в общественной приемной «Судьба солдата» он помогал людям узнать судьбу своих родственников, участников войны. Мы спросили про его собственных родных. Скажи, может, какого-то твоего родственника мы можем здесь найти? Да, конечно. У меня есть прадедушка Кузьмин Иван Дементьевич. Можем даже посмотреть боевой путь дивизии, его информацию и информацию о награде. Кроме того, здесь прошел мастер-класс по тому, как можно оформить георгиевскую ленточку. Канона, в принципе, никакого нет. Главное помнить, георгиевская ленточка – это никакое не украшение, это символ. Поэтому носить ее лучше всего только на груди. На торжественном открытии почтили память павших и поблагодарили еще живых ветеранов Великой Отечественной. Вспомнили об ошибках фронтовых документов и о том, что в наши дни их начинают исправлять. Это удивительно, но они вернулись живыми, но оказались увековечены, как погибшие и пропавшие без вести. Георгиевская ленточка и вахта памяти – это только первая акция ко Дню Победы. Этот вечный огонь нам завещали дни, мы в груди один. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Андрей Дриер, Андрей Дриер.